Bonjour, chers amis. Здравствуйте, друзья. Наконец-таки продолжаем с вами Сюбжонктив. Это 37-й урок. Если вы ещё не смотрели, посмотрите предыдущие шесть уроков. Всё это было о Сюбжонктиве. Первые пять занятий были об образовании, шестое было об употреблении. И вот мы продолжаем. Повторим то, что было дальше, и выучим немного лексики, которая также нам нужна для того, чтобы хорошо говорить и говорить, правильно употребляя Сюбжонктив. То есть у нас будет материал и прошлых уроков, и немножко новый. Сейчас перед нами будут глаголы, которые выражают какую-то волю, желание, пожелание. Волюар – хотеть. Повторите за мной. Дальше идут синонимы. В принципе, они идут все синонимы. Часто мы используем глагол «суеты», чтобы кому-то что-то пожелать на Новый год или на День рождения. Я думаю, что вас удивили здесь глаголы «детесты» и «оттенды». Мы сейчас посмотрим их в примерах, то это действительно выражает наше желание или нежелание. Например, когда я говорю «attendre», давайте посмотрим. «Elle attend que tu fasses le lit». То есть он ждет, чтобы ты заправил кровать. Глагол «faire tes sujentilles». Это значит, он хочет, чтобы ты заправил кровать и, например, даст тебе мороженое. Это ребенок, например, с папой выясняет отношения. «Elle attend que tu fasses le lit». Повторите, пожалуйста, «il attend que tu fasses le lit». Вторая фраза с глаголом «detesté». «Elle déteste qu'on lui dise la vérité». «Она ненавидит», когда ей говорят правду. То есть она ненавидит то же желание, точнее его отсутствие. Она не хочет, чтобы ей говорили правду. Повторите, пожалуйста. «Elle déteste qu'on lui dise la vérité». И глагол «deva» у нас тут всю джонгтиве. «Они-ва». Будем с вами делать упражнения, как это и было в прошлых занятиях. Посмотрите, пожалуйста. Первая часть у нас выражает как раз-таки желание. То, что мы выучили с вами в прошлый раз. Вторую часть вы должны трансформировать. То есть вместо «плюса» вы ставите «que». А вот эти глаголы, которые здесь стоят в «freson», вы ставите «vsujentilles». Я вам прочту. Вы это слушаете. И переводите со мной вместе. Произносите за мной. Дальше выключаете меня, делайте самостоятельно, и я буду проверять вместе с вами, когда вы меня заново включите. «Je désire», я желаю, «vous cuisinez ce plat». Вы готовите это блюдо. Вы повторите за мной. Ensuite, «tu souhaiterais», «ты пожелал бы», «ты хотел бы», «nous parlons à ton ami». «Мы говорим с твоей подругой». Троi. «Il a envie», у него желание. «Les médecins savent la vérité». «Врачи знают правду». Ensuite, «nous avons besoin». «Нам нужно». «Tulle monde est présent». «Все на месте», «все присутствуют». Ensuite, «vous préféreriez», «vous предпочли бы», «ils ont toutes les informations avant la conférence». «Вы предпочли бы», и дальше. «У них есть вся информация до конференции». Ensuite, «j'aimerais mieux», «мне бы больше понравилось», «я бы предпочла» или «предпочёл». «Tu viens avec moi ce soir». «Ты приходишь», «ты приезжаешь со мной сегодня вечером». «Ils attend», «они ждут». «Nous répondons quelque chose à leur proposition». «Мы отвечаем что-то на их предложение». «И la dernière phrase», «vous détestez», «vous ненавидите». «J'ai mon propre avis». «У меня мое собственное мнение». «Eh bien, сейчас меня выключайте». «Обязательно», «сами делайте». «И я переключаю сама». «Если вы не успели, сейчас увидите ответы». «Так нельзя». «Начинаем». «Я читаю, вы повторяйте за мной». «Je désire que vous cuisinez ce plat». «И вот у нас «cuisine» было, а стало «cuisinez», «потому что это субжентив». «Ещё раз». «Je désire que vous cuisiniez ce plat». «2. «Ты souhaiterais que nous parlions à ton ami?» «Вопрос интанатся вверх». «Ты souhaiterais que nous parlions à ton ami?» «Ensuite». «Il a envie que les médecins sachent la vérité». «Il a envie que les médecins sachent la vérité». «Quatre». «Nous avons besoin que tout le monde soit présent». «Nous avons besoin que tout le monde soit présent». «Vous préféreriez qu'ils aient toutes les informations avant la conférence». «Vous préféreriez qu'ils aient toutes les informations avant la conférence». «Ensuite». «J'aimerais mieux que tu viennes avec moi ce soir». «J'aimerais mieux que tu viennes avec moi ce soir». «Ensuite». «Ils attendent que nous répondions quelque chose à leur proposition». «Ils attendent que nous répondions quelque chose à leur proposition». «Et la dernière phrase «Vous détestez que j'ai mon propre avis». «Vous détestez que j'ai mon propre avis». «И bien». «Надеюсь, что у вас получилось правильно». «Если неправильно, пересмотрите, пожалуйста, предыдущее видео». «Дальше идти нет смысла». «Нужно всё постепенно делать». «Потому что это будет только наваливаться друг на друга и никакой пользы». «Они va, дальше продолжаем». «Другие выражения». «Le cushion». «Это выражение». «Il est nécessaire». «Повторите за мной». «Il est nécessaire», «необходимо». «Il est important», «важно». «Il vaut mieux», «стоит лучше». «Стоит лучше поехать на поезде, а не на самолёте», например. «Ил est utile», «полезно». «Ил est inutile», «бесполезно». «Ил est temps», «время». «Время настало», «время пришло». «Ил est désirable». «Ил est possible», «возможно». «Ил est impossible», «невозможно». «Ил est douteux», «сомнительно». «Как это вообще возможно, как это делается?» «Ил est étrange», «странно». «Ил est triste», «грустно». «Ил est fâcheux», «dassадно». «C'est dommage que», «жаль». «Ил est rare», «редко». «Ил est naturel», «естественно», «normально». «Ил est bon», «хорошо», «полезно». «Ил est un te», «стыдно». Что хочется тут отметить, что у нас здесь написано «или», «но это практически все, можно заменить на «се». «C'est nécessaire», «c'est important», «il vaut mieux», «nельзя заменить», «il est temps», «nельзя заменить». «C'est utile», «c'est inutile», «mожно». «Comment se fait-il», «оставляем». «C'est douteux», «mожно заменить», «c'est étrange», «c'est triste», «c'est fâcheux», «c'est rare», «c'est naturel», «c'est bon» и «sante». «То есть нельзя заменить», «только «il vaut mieux», «il est temps» и «comment se fait-il». «Красивее» и более официально «или» употреблять, а в жизни в обычной можно употреблять «se». И дальше будет глагол «être», то есть получится у нас «se». Все вот эти выражения — это выражения, которые выражают какую-то субъективность. Если я говорю «пришло время», может быть, для кого-то оно не пришло. Если я говорю, что это полезно, может быть, другой думает иначе. Если я говорю, что это странно, для другого это нормально. То есть вы это учите, тут все собрано в единое, потихоньку выучиваете, пытаетесь это осознать, и дальше будем употреблять. Сейчас мы будем делать опять упражнения. И voilà, первая часть у нас, как была в предыдущем упражнении, та часть, которая требует субъектив, вторую часть вы модернизируете, переделываете, делаете субъектив. Давайте прочтем. «Il est important», важно, «je apprends le français», «je учу французский». «Il vaut mieux» — «стоит лучше». «Tu pars de bonheur», «ты уезжаешь рано». «Il est inutile», «бесполезно», «il vient me voir», «он приходит меня навестить», «меня увидеть». «Il est temps», «время пришло», «notre fils quitte la maison», «наш сын покидает дом». «Il est désirable», желательно, «nous-y participons ensemble». «Мы там участвуем вместе». «Или дутое», «самнительно», «ву pouvez le faire tout seul», «вы можете это сделать одни». «Il est étrange», «strанно», «il pleut tous les jours cet été». «Всё лето», «каждый день идёт дождь». «Или триста», «grусно», «il fait mauvais demain», «завтра будет плохая погода». «Или фаше», «досадно», «tu не peux pas y aller», «ты не можешь туда пойти, поехать». «C'est дommage», «grусно», «жаль», «вы н'êtes pas au courant», «вы не в курсе». «Или rare», «редко», «ils sont à l'heure», «они во время». «Или натюрель», «естественно, нормально», «le garçon dort bien après le déjeuner», «мальчик спит хорошо после обеда». «Или bon», «полезно», «vous buvez autant d'eau», «вы пьёте столько воды». «Или tanteux», «стыдно», «tu le dis à tes amis», «ты говоришь твоим друзьям». «И voilà», «выключайте меня», «делайте самостоятельно», «может, у вас займёт 5 минут», «может, 10». «У каждого своё», «главное, сделайте, пожалуйста, сами». «Я перелистываю». «И всё», «корректирую», «надеюсь, вы сделали сами». «Обратите внимание, что я тут глагол «pouvoir» опять написала с ошибкой, пропустила «i». «Теперь вы зато запомните, что после «y» у нас идёт всегда «i». «И надеюсь, вы это запомнили ещё до этого». «Читаем вместе, красиво», «открывайте рот широко», «интонацию старайтесь делать максимально натуральную». «Алло, он и va». «Il est important que j'apprenne le français». «Н», «признайте, чтобы…» «Изык касался зубовсиарху». «Н», «il est important que j'apprenne le français». «Ensuite», «il vaut mieux que tu partes de bonheur». «Il vaut mieux que tu partes de bonheur». «Ensuite», «il est inutile qu'il vienne me voir». «Il est inutile qu'il vienne me voir». «Ensuite», «il est temps que notre fils quitte notre maison». «Il est temps que notre fils quitte notre maison». «Ensuite», «il est désirable que nous y participions ensemble». «Il est désirable que nous y participions ensemble». «Ensuite», «il est douteux que vous puissiez le faire tout seul». «Il est douteux que vous puissiez le faire tout seul». «Et la phrase suivante». «Il est étrange qu'il pleuve tous les jours cet été». «Il est étrange qu'il pleuve tous les jours cet été». «Ensuite», «il est triste qu'il fasse mauvais demain». «Il est triste qu'il fasse mauvais demain». «Il est fâcheux que tu ne puisses pas y aller». «Il est fâcheux que tu ne puisses pas y aller». «C'est dommage que vous ne soyez pas au courant». «C'est dommage que vous ne soyez pas au courant». «Ensuite», «Il est rare qu'il soit à l'heure». «Il est rare qu'il soit à l'heure». «Ensuite», «Il est naturel que le garçon dorme bien après le déjeuner». «Il est naturel que le garçon dorme bien après le déjeuner». «Il est bon que vous buviez autant d'eau». «Il est bon que vous buviez autant d'eau». «Ensuite», «la dernière phrase». «Il est tonteux que tu le dis à tes amis». «Il est tonteux que tu le dis à tes amis». «J'espère que vous avez tout fait correctement». «Я надеюсь, что вы все сделали правильно». «Если неправильно, не переживайте». «Значит, что-то было недоучено до этого». «Нужно всего лишь на все вернуться». «Уделить этому немножко времени». «Записать это». «Можно немножко помедитировать над этим. «Поразмышлять». «И смотрите, еще одна идея для размышления». «Примеры». «Я вам только что показала, что бывают какие-то определенные фразы, после которых нужно употреблять субжинктив. И, конечно же, их можно все выучить, но я вам предлагаю почувствовать субжинктив. То есть вы должны понимать, почему их вообще употребляют эти фразы и почему с ними должны быть субжинктив. Хочется вам сказать, что французы тоже не всегда его употребляют, но не нужно этому удивляться. Я надеюсь, что у вас есть, конечно, друзья, которые очень хорошо говорят по-русски, но в основном все мои знакомые, я в том числе, делают ошибки, когда говорят по-русски. Вы слышите это иногда, когда я здесь, что-то объясняю. Это зависит от скорости, это зависит от контекста, от того, что мы будем невнимательны. Не все говорят идеально, не все носители. Так что мы можем выучить все это, но не должны удивляться тому, что иногда услышал, что субжинктив не употреблен после фразы, которую мы с вами выучили. И зато мы можем видеть, после того, что мы не выучили, вдруг у нас употреблен субжинктив. Тоже этому нужно удивляться, все мы выучить не можем. Посмотрите, пожалуйста, на эти фразы. И выключите, пожалуйста, меня, помедитируйте над ними, я вам сейчас их прочту. Вы подумайте, почему здесь в каком-то предложении есть субжинктив, а в другом нет, хотя начало одно и то же. Давайте их прочтем, вы повторяете после меня. Первая фраза. Прéviens-le que je consulterai moi-même l'horaire des trains. И посмотрите, здесь у нас в будущем время, в будущем. Вторая фраза. Прéviens-le qu'il consulte lui-même л'horaire des trains. И тут у нас одинаковое начало, но здесь у нас почему-то субжинктив. Это субжинктив. Ensuite, «Je vous prie de lui dire que je suis étonnée et qu'il m'écrie pour m'expliquer tout cela». Посмотрите, пожалуйста. Одинаковое начало, «je vous prie de lui dire». И здесь у нас «настоящее время», глагол «être», извините на наклонение, а здесь у нас субжинктив. Подумайте почему. Ensuite, «Дите-luи qu'il va pleuvoir и qu'il mette «sa reste». Опять же, начало одно и вообще это глагол «дир», кто бы мог подумать. Здесь у нас извините на плане «настоящее время», а здесь у нас субжинктив. Выключайте меня, думайте сколько вам угодно и давайте посмотрим. И что же мы тут с вами видим? Если мы с вами переведем, ответ сразу найдется. «Предупреди его, что я сам или сама посмотрю график расписания поездов». То есть, я это сделаю, это никакие не эмоции, это ничего не субъективно. Я сама сделаю, скажи ему. А во второй фразе «предупреди его, чтобы, чтобы вот это он сам посмотрел, то есть, я хочу, я не буду смотреть, пусть он сам посмотрит, то есть, чтобы, пусть посмотрит расписание поездов сам. То есть, в контексте мы видим, что здесь у нас «предупреди его», это как «желание», то же самое. «Je vous prie de lui dire», скажите ему, что я очень удивлена, и что бы он мне написал, чтобы мне все это объяснить. То есть, что и чтобы опять. И третья фраза «дите lui», скажите ему, что будет дождь, что сейчас пойдет дождь, и пусть наденет куртку. И это пусть наденет куртку, опять же, показывает нам в русском, что во французском будет «сюгжунтиф». И в нем, надеюсь, что вам немножко стало понятнее, если вы вдруг видели такие ситуации и не понимали, что к чему, сейчас все встало на свои места. Учите, «сюгжунтиф» — это то, что абсолютно достижимо, постижимо, и у вас все получится, главное — работать. Ова вах!